Всем привет! Вы на моем канале о наших путешествиях в Канаде и не только. Вот и апрель на дворе со своей непредсказуемой погодой. Позавчера шел снег, вчера дождь и было плюс 10, а сегодня солнечно, но минус 10. Апрель обычно не самое лучшее время для хайкинга или каких-то путешествий, потому что погода может быть какая угодно. Все абсолютно непредсказуемо, но разве нас это останавливает? И поэтому сегодня мы решили поехать посмотреть водопады, проверить в каком они состоянии. Куда мы едем? Мы едем в Санком, сначала на Ривьер Свагин, посмотрим на каскад водопадов на речке, может быть входим на Самсьон, а потом переедем в соседний парк Режиональ, где огромный, здоровенный водопад, но он должен быть замерзший. И скорее всего, снегаступы нам сегодня не понадобятся, а понадобятся кромблоны. Машина показывает минус 11, но совсем не холодно, мы одели кромблоны и отправляемся в путь. Машина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь намного холоднее... Щиплет ветер... Руки мерзнут... Единственное, что радует солнце... И ожидание... Прекрасного водопада... Продолжение следует... Вот этого красивого места... Очень-очень много снега... Льда... И, видать, не скоро оно все растает... Небольшой ветерок... Но мы уже согрелись... Желательно идти... Ровно-ровно по дорожке... Потому что шаг влево-шаг вправо... Можно просто утонуть в снегу... Конечно, это не то, что я ожидала... Потому что... Еще очень много льда и... Снега на водопадах... Но... Немного водички все-таки льется... Но... Немного водички все-таки льется... А-а-а... Рохаторская водитка... Без большой ко мне Дом geheろう... Дома-деация с матрасом... Дома-деация... Без Commentать это на улице... После бурного течения внизу Здесь прям гармония, спокойствие Все еще дремлет природа Два года назад, в середине апреля, мы здесь ходили в небольшой поход на выходные И все было растаявшее Было немножко снега там и здесь Было немножко льда на скалах Но в общем даже тропы были сухие А в этом году странно, вроде зима была мягкая, вроде и морозов никаких особенностей не было Ну там пару раз было, но совсем короткие А вот с начала апреля проваливаешься всех по пояс И до два метра на реке Наверное таять будет до середины мая Каждый год по-разному Идем проверять наши камни Летом это очень такое труднопроходимое, ну по крайней мере для меня место Очень-очень много камней Нагромождение целое И нужно по ним аккуратно Прыгать как горный козел Да Сейчас посмотрим, как это выглядит зимой Вот собственно как они, эти камни выглядят зимой Не сравнить с летом Прям не смотри на водопадов Настоящий зимний хайкинг у нас получается Прошли меньше трех километров Дальше не войдем Возвращаемся к машине И едем к следующему водопаду Так как это Сантьен Настяналь То попасть на эти водопады можно совершенно бесплатно Как летом, так и зимой Людей сегодня не очень много, но они есть А летом здесь, я так понимаю, целые демонстрации Получился у нас такой зимний хайкинг А за водопадами нужно приезжать недельки через 2-3 И то при условии, если будет очень тепло Потому что пока они в зимней спячке Сегодня мы прошлись по тропе, которая является частью Сантьен Настяналь Это длинная тропа, национальная тропа, которая идет от Оттавы до Мариси Сегодня мы прошли маленький кусочек Здесь оставили машину Прошли вдоль ривьер Свагин Вдоль водопада До вот этого места, где находится плотина Знаменитые камни Да, в сторону Зека Потом вернулись Сейчас здесь еще погуляем, посмотрим мостик И поедем на нашу следующую точку Наша следующая точка Это парк Шутабюль Где еще один большой замерзший водопад Минут 10 на машине, да? Да Еще здесь есть небольшой кемпинг Буквально с десяток мест И мостик симпатичный Странный маленький окей И здесь нужно заплатить 10 долларов человека Или 20 с машины Вот мы приехали На парковочку парка И сейчас мы пойдем на водопад Вот покажи, как водопад выглядит летом Ну, сейчас он будет, скорее всего, полностью замерзший Субтитры сделал DimaTorzok Это такой крытый мостик Как домик Чтобы вы понимали Это столик Это столик Вот такой он зимой Не лучшее время, конечно, для его посещения Но что имеем В этом году рано еще смотреть водопады Приезжайте попозже Где-нибудь во второй половине апреля Подводим итоги нашего сегодняшнего путешествия Крамконы очень даже пригодились Без них было бы намного тяжелее Водопады в зимней спячке Смотреть их нужно где-то через 2-3 недели Ой Ну а всем, кто досмотрел Огромное спасибо Всего доброго Пока Ставьте лайк